Вот он какой, Ингас! Всё вокруг такое белое. Кажется, это называется снег. Ага. Да. Субтитры делал DimaTorzok Понял, хорошо. Понял. Следующий. Сейчас посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Как вы сейчас? Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Сейчас. 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 Понял. Да. Сейчас. Понял. Понял. Сейчас. Да. 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 Понял. 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 Ну-ка, ну-ка. Понял. Понял. Хорошо. Ясно. С удовольствием. Сейчас. Да. Сейчас. Сделаю. Сейчас. Понял. Сейчас. Да. Понял. Да. Понял. Да. Ну-ка. Ну-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Вот жизнь, не минуты отдыха. Сейчас. Ага. Ага. Ясно. Понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая высокая и длинная стена! Сколько же людей живет за ней? Наконец-то я попал в этот город. Да, что и говорить. На наш поселок это мало похоже. Интересно, как здесь люди живут? Бумага какая-то на стене висит. Ну-ка, ну-ка. Так. Розыск и награда. Разыскивается молодая девушка, прозванная принцессой, поселившаяся на постоялом дворе единорог и пропавшая оттуда второго числа десятого месяца. Примета. Кожа необычного красноватого цвета. Странная одежда. Тому, кто найдет девушку, губернатор Вальросиан обещает награду. Чин лейтенанта городской стражи и подъемные серебром. Спешите. Ну и дела. Не иначе это та, которую я разыскиваю. Молодой человек. Окажите любезность. Назовите себя и цель прибытия в город. Я капитан Тильвар. Начальник стражи и должен быть осведомлен, кто и зачем явился сюда. Впрочем, ваш взгляд красноречиве всяких слов. В мечтах вы уже отыскали принцессу. Не так ли? А что, нельзя? Мечтать, разумеется, можно. Но притворять мечты в жизнь, увы. Подумайте. Похищена девица, приглянувшаяся самому губернатору Вальросиан. Так что спрятать ее должны были так, как вам и не снилось. А почему вы ее не ищете? Право. Мне хватает и обычного жалования. А вам, юношу, я хотел бы дать добрый совет. Бросайте-ка вы это дело. После того, как губернатор Вальросиан ввел новые налоги, фермеры и лесорубы на городских очень злы. Со стражей они связываться не будут, а на вас могут и отыграться. Наверное, вы по дороге в город уже столкнулись с, так сказать, некоторой недружелюбностью наших простолюдин. Мягко сказано, меня чуть было не убили. И вы, капитан стражи, так спокойно об этом говорите? О, простите меня. Конечно, я должен был трубить сбор и отправлять всю стражу на вашу защиту. А если же говорить серьезно, юноша, то для меня главное интересы губернатора и его приказы. А вы уж извините, всего лишь молодой авантюрист, действующий на свой страх и риск. Ждать помощи от стража вам не стоит. Господин капитан, может быть, вы дадите совет, как найти девушку? Я понимаю, что у вас много дел. Но, юноша, я ведь уже сказал вам все, что об этом думаю. Не заставляйте меня повторяться. Ну, если вам так и не имется, можете поискать доброго рыцаря Бриссона. Извините, кого? Слушай, из какой же глухой деревни ты взялся? У нас всем известно про рыцаря Бриссона, который решил, что города – это рассадники зла и ушел жить в леса. А когда он из леса выходил, начинался полный беспорядок. То сборщика налогов убьет, а деньги прямо на дороге оставит. То за охотниками гоняться начнет, мол, не в СИЗО на лени бьют, то еще какую-нибудь глупость придумает. Его так и прозвали «добрый рыцарь». Правда, последние годы про него ничего не слышно. Помер, наверное, и мир его праху. От живого хлопот было куда больше. Я слышал, что ты ищешь принцессу. Подумай, возможно, тебе нужен человек, обладающий особыми талантами. А кто ты такой? И какими талантами ты обладаешь? Мое имя длинное. Можешь называть меня просто ХИС. А что до моего таланта? Я неплохо колдую. Но с тех пор, как в городе появилась магесса Гиера, остальным магам приходится туго. Губернатор запретил заниматься практикой всем, кроме этой беловолосой. Нет, я не буду опускаться до базарной ругани. Скажем так, этой очень расчетливой и не очень брезгливой женщины. Хм, такой человек мне и в самом деле может пригодиться. Надо его запомнить. Эй, парень! Говорят, ты собираешься искать принцессу вместо пропавшего сыщика? Допустим, что так. А кто ты, собственно, такая и почему об этом спрашиваешь? Меня зовут Майрана, и я неплохо обращаюсь с луком. По крайней мере, мне самой так кажется. Если ты собираешься часто выходить за городскую стену, я могу оказаться тебе полезной. Это почему ты так решила? Сразу видно пришлого человека. Жил бы ты здесь, не спрашивал бы. Тебе же капитан ясно сказал. В провинции волнение. Не успеешь отойти от ворот на сто шагов, как сразу превратишься в подушечку для иголок. Сам знаешь, у нас на Ингасе лучники бьют метко. Ну, видимо, ты права, Майрана. Мне и самому по дороге в город показалось, что у жителей окрестных деревень весьма своеобразное понятие о гостеприимстве. Если мне понадобится спутник, я о тебе не забуду. Город у нас небольшой. Все уже знают, что ты принцессу ищешь. Старый сверхзайчатник тебе так скажет, сынок. Девушке помочь дело хорошее, но опасное. Да тебя здесь один тоже расспрашивал, а потом исчез, как в воду канул. Такое и дело. И неизвестно, что с ним случилось. Откуда? Он, как и ты, пришлый был. Говорят, из столицы приехал. Спец по розыску. Сыщик, словом. Ходил, вынюхивал, через круглую стекляшку следы на земле разглядывал. Трубкой дымил, слова умные говорил. Хоть городской, а толковый мужик был. Накопал чего-то. В последний раз, как я его видал, он так чему-то рад был. Да вот, недолго радовался. Отправился к востоку от города, и все с концами. Не видел его больше никто. Край муха я слыхал, что убили его. Но если ты знал, куда он отправился, почему же не занялся розысками? Моя хата с краю, мил человек. Да и дел у меня, знаешь, немало. Злый день наш местный торговец Коран Сул опять снизил цены на шкурки. Вот и верчусь цельный день. Света белого не вижу. Хм, сыщик исчез неспроста. Может быть, раскрыв тайну его исчезновения, я получу ниточку, ведущую к принцессе? Господин губернатор, я недавно в этом городе, и хотел бы обратиться к вам. Молодой человек, вам очень повезло. Я сейчас в прекрасном настроении и расположен делать людям добро. Первое доброе дело, которое я сделаю лично для вас, дам вам совет. Никогда не обращайтесь ко мне до того, как о вас доложат, или я сам проявлю интерес к вашей персоне. На первый раз я прощаю вам эту дерзость, но в следующий раз вы получите десяток плетей. Прошу, не считайте меня жестоким. Напротив, я в некотором смысле либерал и не чураюсь общения с простонародьем, но все-таки традиции есть традиции, и мой долг поддерживать их, пусть даже непопулярными методами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Это ты, что ли, хочешь отыскать принцесс? Ха! Занимайся этим сам. Меня зовут торговец Коран Сул, а не помоги всем. Твои деньги мой товар, остальное меня не волнует. Ладно, спасибо и на этом. А если положим, мне нужно будет что-то по части магии прикупить. К кому я должен обратиться? Может быть, торговец-то и знатный, но на мага не похож. Мало ли кто на кого не похож. Вся торговля в городе моя. Ах, значит, и руны я тоже продаю. А уж кто там их у меня составляет, дело десятое. Зря, что ли, магеси-диэри отступные плачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, принцесса! Такая щупленькая, с красной кожей. Не знаю, мне это неинтересно. И, кстати, юноша, вы не похожи на деревенского дурачка. И поэтому я, магеса-диэра, дам вам совет, исключительно из симпатии. Вам тоже не стоит интересоваться судьбой пропавшей девочки. Недавно пропал один из таких же сыщиков-самоучек. То ли погиб, то ли заблудился в лесу. Поразмысли о его судьбе, юноша. Мое почтение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Кулакова Продолжение следует... 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 Хорошо. Понял. Да. Мне всё пригодится. Сейчас посмотрим. Ага. Сейчас посмотрим. Ага. Сейчас посмотрим. Ага.